Библии не было в самом начале, хотя религиозные фундаменталисты верят в это. Они верят, что она существовала всегда. Но на самом деле в ней говорится об Иисусе, о слове, которое было с Богом и лицом к лицу говорило с Богом в самом начале. Да, такова реальность. Иисус был там в самом начале как живое Слово Божье. И когда в Библии упоминается Слово Божье, это не означает, что оно написано. Это означает, что оно произнесено. И, конечно, можно что-то сказать, а потом записать. Но когда говорится, что человек живет не хлебом единым, а каждым Словом, исходящим из уст Божьих, то это, знаете ли, часть проблемы. Мы были воспитаны в духе евангельской мысли о том, что Библия это единственное Слово Божье. И Библия возведена в ранг Бога, что и утверждается в этом стихе. Ну, а на самом деле Библия это книга, собрание книг, собрание книг, написанных множеством разных людей с разных точек зрения, отражающих их взгляды. Некоторые из них записывали то, что, как они верили, сказал им Бог. Павел записывал то, что помогало людям в ранней церкви, с его точки зрения, ведомой Святым Духом, она описалась людьми на протяжении тысячелетий. То, что Константин принял в качестве священного писания на Никейском соборе, было собрано воедино из различных источников, которые они признали вдохновленными свыше. Теперь вы можете сказать, что, возможно, Бог направлял их и все такое. Это все субъективно, потому что нет никаких доказательств. И есть много доказательств того, что когда они составляли Библию, они спорили о том, что должно быть включено в нее. Они исключили некоторые книги и включили другие. И было много споров о том, какие книги должны быть включены в Библию, а какие нет. И, конечно же, они включили в Библию то, что мы сейчас называем апокрифами, которые на самом деле были включены в некоторые версии Библии, такие, как Эфиопская Библия и Католическая Библия. И они признают их частью Библии. Но протестанты их исключили. Таким образом, они исключили из Библии, я не знаю, около 15 книг, которые ранняя церковь включила в Библию. Если они были вдохновлены Богом на включение этих книг, то как протестанты могли решить, что они не были вдохновлены Богом на их исключение? И когда в Библии говорится, что Слово Божье живо, и, конечно, большинство людей думают, что это Библия. Нет, это не так. Это Иисус. Иисус, как живое Слово Божье, разделяет душу, дух, мысли и намерения сердца. Это не книга. А потом, знаешь, в Писании, например, в 2 Тимофею, говорится, что все Писание богодухновенно. Ну, на самом деле там этого не сказано. И в английском переводе это слово пишется с заглавной буквы, потому что там говорится, что вся Библия вдохновлена Богом. Но на самом деле там этого не сказано. Там говорится, что все вдохновленные Писания богодухновенны. На самом деле там даже не говорится, что все Писания богодухновенны. Там говорится, что все вдохновленные Писания богодухновенны. Потому что если ты возьмешь это с точки зрения евангелистов и прочитаешь этот стих, то поймешь, что все в Библии богодухновенно и полезно для учения, исправления и всего остального. Там этого не сказано, и это не относится к Библии. А к чему это относится? К каждому вдохновленному писанию. Потому что все писания, вдохновленные Богом, безусловно полезны. Но кто может сказать, какие из них были написаны под влиянием Бога, а какие были просто записями людей? Поэтому я бы сказал, что Новый Завет в первую очередь представляет собой описание жизни Иисуса, записанное с разных точек зрения. Один из авторов, Лука, который был очень скрупулезен в описании деталей. Второй, Матфей и Марк, писали для еврейских читателей. И поскольку Иисус призывал еврейский народ оставить Ветхий Завет и следовать за ним в Новый Завет, то есть следовать за Иисусом, Евангелие от Иоанна. Это Евангелие, которое раскрывает близость Бога к Иисусу и откровение, которое Иоанн получил от Духа Истины, чтобы показать, что Иисус говорил о грядущем веке Нового Завета. В котором записано гораздо больше высказываний, не вошедших в другие Евангелия. Потому что они являются конкретными утверждениями о природе и характере Бога, как Иисус, который есть Бог. Я есть путь, истина и жизнь. Я есть воскресение и жизнь. Я есть дверь. Я есть добрый пастырь. Я есть свет миру. Все эти высказывания Иисуса говорят о том, кто Он есть. Это основа и описание того, кем Он был, а также о том, что Он дал нам в новой заповеди, любить друг друга так, как Он любил нас. Что не является законом, а скорее призывом к тому, чтобы мы любили так, как Он любил нас. В конечном счете или другими словами результат таков, что вы будете любить других, если позволите Мне любить вас. Так что когда мы обращаемся к Библии, мы видим, что в ней есть, а чего нет. Я бы сказал, что Ветхий Завет был написан для людей, которые не являются нами. Это была религия другого народа, и поэтому они развивали свою религию, чтобы общаться с Богом, которого они не знали. Это была система, которую они создали. Я не верю, что эта система была задумана Богом, потому что в Новом Завете ясно сказано, что Богу не нужны жертвоприношения и подношения. Так как же они получали жертвоприношения и подношения? Почему Бог это допускал? Потому что Он позволял им это и работал с ними в рамках их религии, чтобы в конечном итоге они смогли найти Его и следовать за Ним. И Он начал пророчествовать людям именно об этом, потому что пророки говорили, что Ему не нужны жертвоприношения. Пророки предсказывали приход Нового Завета, нового соглашения, которое должно было прийти, когда Слово, сказанное Иисусом Богом, Будет в их сердцах, а не в каменных скрижалях или в каких-либо письменных источниках, но в их сердцах, у них будет новое сердце. Каменное сердце, символизирующее их жестокость. Потому что они следовали религиозной системе, и это сердце будет заменено на сердце из плоти, и они будут иметь новые отношения с Богом, основанные на истине этого живого слова. Мы должны понимать, что даже в псалмах, которые являются поэтическими произведениями и песнями, написанными для того, чтобы запечатлеть переживания людей, они описывают именно переживания. Вы не можете извлечь учения из псалмов, потому что это были переживания, и в одном и том же псалме говорится о разных вещах, которые, казалось бы, противоречат друг другу. Потому что это последовательное описание чувств человека, который делится своими переживаниями. О горе мне, где же ты, Боже? И знаете, вы меня подвели. И, конечно же, потом все проясняется. Нет, вы меня никогда не подводили. Просто я так себя чувствовал, понимаете? И знаете, в конечном счете, я не думаю, что нам нужна какая-то книга, потому что у нас есть Святой Дух Истинный, Иисус, который есть сама истина. И Иисус сказал, что его овцы услышат его голос и последуют за ним. Он не сказал, что его овцы будут читать книгу, которой еще нет, но которая может появиться через 300 лет или около того, а потом последуют за ним. Потому что они должны были следовать за ним с того самого дня, когда он призвал их следовать за ним. У них не было книги, которой они должны были следовать, потому что Иисус не призывал их следовать Ветхому Завету, или Танаху, или Библии, или чему-то еще. Он сказал, придите и следуйте за мной. Не следуйте системе. Не следуйте своим старым привычкам и тому, что вам говорили. Не следуйте Талмуду или написанному учению раввинов, потому что именно это он и оспаривал. Вы слышали, как это было сказано, но я говорю вам нечто совершенно другое. Вы слышали, как было сказано, что вы должны ненавидеть своих врагов. Нет, я говорю вам, что вы должны любить своих врагов. Вы слышали, как было сказано, око за око, зуб за зуб? Нет, простите всех. Таким образом происходит переосмысление того, кто такой Бог, потому что они не знали Бога. Они не чувствовали Бога внутри себя, и большинство из них обращались к Богу только через священнослужителей, через посредников. Поэтому никто из них не встречался с Богом, и даже священники не встречались с Богом. Только первосвященник раз в год входил в святая святых, где пребывал Бог, и видел его славу. Поэтому никто из них, кроме одного, никогда не встречался с Богом. Откуда же они взяли все эти идеи, которые они записали в виде своих религиозных взглядов? Из своих собственных идей. Вот откуда они их взяли. Да, Иисус пришел, чтобы помочь им выйти за рамки этих религиозных идей и следовать за Ним. И Он никогда даже не намекал, что будет книга, которая станет для нас руководством в жизни или что-то в этом роде. Нет, я не говорю, что в псалмах нет хороших стихов, выражающих чувства к Богу, или в притчах, или в других книгах. Я не говорю, что там нет ничего хорошего, и Святой Дух может помочь нам понять истину через эти книги. Но зачем нам нужен посредник в виде книги, когда у нас есть Дух Истины, который помогает нам понять истину? И у нас есть Иисус, который помогает нам следовать истине, направляет нас на путь истинный. Знаете, в псалме 118 сказано, «Слово твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Это не о написанном слове. Это о том, что Бог направляет их, говорит с ними и ведет их. Конечно, сейчас у них есть много информации, которая в конечном счете была записана, но Давид в своих псалмах и других произведениях говорит не об этом. Он говорит о Боге, о взаимоотношениях с Богом, потому что были отношения с Богом, которые не вписывались в его время. Он знал, что не сможет избежать присутствия Святого Духа. Он знал, что у него есть возможность общаться с Богом, потому что он был особенным человеком, и что эти отношения с Богом были для него важны. Потому что он служил Богу в своем поколении, он был человеком, который был в согласии с Богом. Так что, понимаете, это очень важный вопрос. Люди привыкли верить, что есть только один способ следовать за Богом, быть христианином, это читать Библию, молиться каждый день и надеяться на лучшее. По сути, именно это они и говорят. Читайте Библию, и Бог будет говорить с вами через нее. Но какую версию они будут читать? Смогут ли они читать ее непредвзято? Или они уже запрограммированы своим воспитанием и учением, которые они получили? И чему они будут следовать? Гораздо проще следовать за Иисусом. Гораздо проще позволить Святому Духу направлять и говорить с вами, чтобы у вас были личные отношения с Богом. Потому что Иисус, у которого были личные отношения с Богом, привел нас к таким же отношениям с Его Отцом. И мы можем иметь такие же личные отношения с Отцом, как и у Него. И это то, к чему Иисус призывает нас, к близким доверительным отношениям с Богом. Нам не нужна книга. Сейчас люди скажут, «Ну, вы же постоянно цитируете Библию в своих проповедях». И это правда. Потому что для большинства людей Библия является своего рода ориентиром. Вы знаете, что большинство людей, услышав цитату из Библии, спрашивают, а где это написано в Библии. Поэтому я даю им возможность увидеть, что то, что они считали написанным в Библии, на самом деле там не написано. Так что я помогаю им понять, что на самом деле говорит Библия, а не то, что они думают, что там написано. Особенно, когда речь идет о природе Бога, природе Креста и обо всем остальном. И эта Библия является отправной точкой, чтобы сказать, «Послушайте, вы можете верить в это». Но на самом деле даже в Библии не сказано того, что вы думаете, что там написано. Но я помогаю людям и призываю их выйти за рамки этого, вступить в близкие доверительные отношения с Богом, через медитацию и ежедневное общение с Богом, в котором Бог будет направлять и помогать нам пребывать в Его присутствии. Так что мы никогда не сможем быть без Бога. Также есть внутренний голос, тихий голос, который направляет, руководит нами, помогает нам жить в соответствии с нашей совестью, с теми аспектами нашей души, с интуицией. Все это реально и доступно нам. Но мы должны освободиться от убеждения, что все должно быть написано в Библии и все должно быть ортодоксальным, ну, например, евангельскому толкованию. Затем вы получаете интерпретацию, основанную на реформаторских взглядах. Затем вы получаете интерпретацию, основанную на католических взглядах. Затем вы получаете интерпретацию, основанную на православных взглядах. И так далее, и так далее, и так далее. И вы получаете интерпретацию, основанную на баптистских, харизматических и пятидесятнических взглядах. Все они используют какую-то версию Библии. Некоторые из них очень сильно отличаются от оригинала, но Библия короля Якова — единственная Библия, одобренная Богом, потому что она называется авторизованной версией. И некоторые люди всерьез верят, что это так. Они верят, что Библия короля Якова была одобрена Богом, и что ни одна другая Библия не должна использоваться. И они действительно в это верят, потому что она называется авторизованной. Ну, на самом деле ее одобрил король Яков. И она несколько раз пересматривалась, так что даже не соответствует оригиналу, который был переведен. И на самом деле многие слова в ней сегодня уже не имеют того же значения, что и раньше. Так что, честно говоря, Библия короля Якова – не лучший вариант для тех, кто хочет получить точное понимание. Знаете, что я читаю? Ну, лично я больше ничего не читаю. Я использую ее. Она во мне, потому что я впитывал ее в себя, если хотите, на протяжении многих лет, перечитывая ее снова и снова в разных переводах. Так что я знаю это слово, но мое понимание этого слова было изменено Иисусом, потому что он показал мне, что мое толкование или понимание этих стихов во многих случаях было неверным. Знаете, я сталкивался с некоторыми вещами, когда говорил, послушайте, это краеугольный камень евангельской веры. И этот стих говорит совсем не то, что они говорят, потому что он заставляет нас думать определенным образом. Ну, знаете, такие вещи, как, например, сердце, оно ведь лукаво. Знаете, в то время это не было принято. Иисус использовал септуагинту, то есть греческий перевод Библии, который был более современным вариантом священных писаний. И именно этим пользовался Павел. И именно этим пользовался Иисус, когда цитировал священное писание. В этой версии слово лукавый не используется. Когда мы вернулись к древнееврейскому языку, мы вернулись к более древнему пониманию Библии, которая, как мне кажется, обновляет ваше восприятие, делая его более правдивым. И Иисус использовал это. Но он также использовал это, чтобы сказать, что ваше понимание должно измениться. Очевидно, что для многих людей, которые привыкли к этому, это является камнем преткновения, потому что они считают, что Библия должна быть непреложной истиной. И что они должны читать Библию, и что Бог будет говорить с ними через Библию, и что они не ожидают никакого прямого общения с Богом. А если бы они и ожидали, то не поверили бы, потому что это субъективно, а Библия объективна. Ну нет, это не так. Потому что Библия — это собрание субъективных переживаний и записей людей. Они записывали свои переживания. Ну, знаете, когда я только начинал интересоваться харизматическим движением, мне сказали, что нельзя доверять своему опыту. Можно доверять только Слову Божьему в Библии. А что если Бог заговорит со мной? Вы не можете этому доверять, потому что можете неправильно понять. Если это противоречит Библии, значит Бог не мог говорить это вам. И тогда Бог стал говорить со мной так, что это полностью противоречило моему пониманию и толкованию Библии. Так что Он разрушил мои представления о вере, мое мышление, основанное на определенных библейских стихах, которые трактовались в евангельском ключе. Что на самом деле является неправильным толкованием многих слов. Поэтому знаете, что бы я посоветовал людям? Я бы посоветовал им, если они хотят узнать, что означают слова в Новом Завете, не обращаться к Ветхому Завету. Зачем возвращаться к старому религиозному мышлению, когда Иисус уже обновил его? Но в Новом Завете я бы определенно использовал зеркальный перевод Библии. Но в зеркальном переводе Библии с комментариями вы увидите, почему некоторые слова означают именно то, что они означают, а не то, что нам говорили, что они означают. И я думаю, что это важно для многих людей. Смотрите, что вы думали, что это значит, а это значит совсем другое. И он объясняет вам значение слов, и почему именно эти слова были использованы, а не другие. Почему они выбрали именно эти слова? Я бы посоветовал вам это сделать, и это исходит из того, что вы видите в зеркале, что это будет способом показать вам, кто такой Бог. И вы увидите, что в отношениях с Богом это имеет большое значение, потому что это ключ к пониманию. Вы не можете общаться с Богом через книгу. Вы можете общаться с Богом через Святого Духа, на которого указывает книга, и через Иисуса, на которого указывает книга, но вы не можете общаться с Богом через книгу. Это просто книга. Вам нужен Святой Дух, вам нужны эти отношения. И поэтому Библия в зеркале помогает развивать отношения, которые раскрывают вашу истинную сущность, основанную на понимании истинной сущности Бога в любви. И это главное, потому что все в ней основано на том, что Бог есть любовь. И все, что противоречит этому, переосмысливается, и истинное первоначальное значение этого понятия меняется. И это никогда не будет противоречить тому, что Бог есть любовь, независимо от того, что говорит ортодоксальная евангелическая теология. И если вы действительно хотите знать, что думали о Боге, Иисусе и других вещах ранние христиане, то прочтите «Труды отцов ранней церкви». И они очень, очень сильно отличаются от евангелической теологии, которая гораздо более всеобъемлющей и основана на восстановлении. Вы можете найти «Труды отцов ранней церкви», и люди собрали их в книги, которые действительно показывают, во что они верили. И если вы действительно хотите узнать об этом, то это может вам помочь. Но большинству людей это не нужно. Просто каждый день общайтесь с Иисусом. Каждый день общайтесь с Отцом. И вы увидите, что они помогут вам понять, что есть истина, и помогут вам жить в соответствии с волей Бога и с тем, кто вы есть, в отношениях с Богом лицом к лицу. Продолжение следует...